Последняя главная новость этих дней – интервью Путина Такеру Карлсону. Мимо него не смогли пройти и лидеры других стран, например канцлер Германии, который решил насмехаться над интервью и получил неожиданный ответ со стороны простых немцев. Олаф Шольц перед встречей с президентом США Джо Байденом в Белом доме 9 февраля прокомментировал интервью, которое президент России Владимир Путин дал американскому журналисту Такеру Карлсону. По словам канцлера, интервью, которое дал Путин, высмеивает реальные действия России и рассказывает абсурдную историю о причинах войны. Олаф Шольц не уточнил, какие конкретно заявления имеет в виду. Олаф Шольц считает, что Россия хочет аннексировать часть Украины, поэтому это интервью ничего не меняет. Граждане Германии после увиденного осудили канцлера и призвали прислушаться к Путину, не позорить Германию и перестать быть марионеткой США. Вот некоторые из комментариев. Все, что говорит глава российского государства, звучит логично и разумно, поделился своей точкой зрения один из пользователей сети. По мнению другого комментатора, интервью российского лидера без рамок и сокращений открывает глаза на текущую обстановку в мире. Мирные переговоры необходимы, резюмировал третий. Извините, я не должен говорить подобное. Россия уже и так огромная самая большая в мире, сказал четвертый комментатор из Германии и заметил, что в то же время Россия является европейской страной. На протяжении всех 120 минут Путин выглядел очень собранным и потянутым, то и дело шутил, цитировал по памяти цифры и экономические данные, особенно в отношении США, которые находятся в упадке и поэтому ведут себя еще более агрессивно, отмечает. Еще один комментатор. Интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало более 200 миллионов просмотров. Количество репостов при этом превышает 300 тысяч лайк поставили уже около миллиона интернет-пользователей.